Друзья, рада приветствовать всех на своем канале Анна-Ведьма. По личным консультациям, заказам расклада Таро, заказам денежных персональных амулетов, чистки, чистки ауры, обрядов различных, пишите в мои социальные сети, в личные сообщения. Все ссылки на социальные сети внизу в описании под этим видео. И подписывайтесь также, туда там очень много полезной информации. Сегодня у нас такая примета, которую желательно соблюдать, если вы не хотите навлечь на себя какие-то ненужные неприятности. Это то, что нельзя никогда босиком ходить по мокрым полам. Вот вы помыли пол, и идти босичком хочется там зачем-то, либо даже в тапочках. Это примета давняя, древняя, ходить мы не должны. Не зря уборщицы где-то в больницах, в школах всегда орут и тряпкой погоняют, не ходи. Да, нам кажется, что из-за того, что она намыла полы, останутся следы и так далее. Но на самом деле это очень давняя примета. Еще и потому, что когда мы так делаем, мы своими следами, которые оставляем, открываем портал в потусторонний мир. Всегда в любом помещении легко открыть куда-то, не зная правил, не соблюдая примет. Легко открыть какие-то порталы, да, особенно вот дома. И как раз-таки это одна из причин, когда на мокреньких полах мы пройдем босичком. Это мы открываем портал. И, соответственно, из этого портала идет негатив. Что мы можем навлечь на себя, если мы так будем делать? Естественно, нездоровье. Естественно, начнутся какие-то проблемы, упадок сил, отсутствие энергии. Во-вторых, в таком доме начнутся ссоры бесконечные. Особенно между супругами, даже если вы еще не замужем, не женаты, то потом, когда вы выйдете замуж, и у вас есть такая привычка ходить по мокрым полам, вы обязательно будете постоянно конфликтовать, ругаться, потому что низкоастральные сущности придут через данные следы. Естественно, непослушные дети ни с того ни с сего будут все разбивать, раскидывать. Причем могут разбивать такие вещи, которые очень вам важны, дорогие какие-то, либо близкие сердцу, могут начать терять какие-то драгоценности. То есть у детей включается такая вибрация от этой приметы, что они могут потерять ваше кольцо, разорвать что-то и так далее. Ну и, конечно же, главное, что вы навлечете на себя, это денежные проблемы. Начнутся какие-то утечки, неприятности. Да, конечно, они не побьют фонтаном, что вы прям вот потеряете все деньги. Нет. Но они отовсюду начнут прилипать, как вот какие-то. Там какая-то утечка, там какая-то ругань за деньги, там лишение премии, там что-то побили, там что-то это и так далее. И если задуматься, действительно, когда мы моем полы, они такие чистенькие, гладенькие, они должны высохнуть в таком же состоянии, вот чисто, гладко, чтобы никто их не поранил. То, что мы закрываем порталы, мы очищаем порталы, всегда как приглаживаем, да, я всегда говорю, утром застилаем постельку, и мы приглаживаем, закрываем порталы. То же самое с полами, мы застилаем, заглаживаем. И наши предки, они мудрые, они нам всегда передают эти приметы, не просто так, да, наблюдали, изучали, проверяли. И поэтому сейчас важно в современном мире не терять этих традиций, не думать, что это какие-то предрассудки, а все-таки ценить наши традиции, знать, что это так, уважать своих предков, потому что они делали это для нас, они передавали нам эти знания. Почему, в конце концов, современный человек считает себя таким каким-то божественным уже существом, что все неправда, все не так. Я считаю, что так нельзя поступать, нужно уважать ритуалы и суеверия своего народа, и продолжать их, и продолжать передавать их своим внукам, детям и так далее. Поэтому старайтесь так не делать и соблюдать этот ритуал. Друзья, я благодарю вас за лайк, за подписку, за комментарии, напишите слова благодарности в комментарии, вот, подписывайтесь на мои соцсети и на мой YouTube-канал. До новых встреч!